Сколько раз я слышал, что самая лучшая Bluetooth-колонка это Tronsmart T6. Лучше не её, только Tronsmart T6+. Но T6 Plus стоит, по-моему, 4200-4500. T6, просто T6, тоже не дешёвая, стоит около 3000 рублей. До этого у меня была колонка, почему была? Она у меня и есть, просто T2, не Tronsmart, а просто T2. Стоит она всего 1000 рублей. Она такая вся грязная уже, поюзанная, потому что с ней я делаю ремонт. В ней есть неоспоримое преимущество, у неё есть радио. На T6 радио нет. Во время ремонта для фона радио самое то. Мощности мне вполне хватает, но хотелось бы что-то, то что называют самым лучшим. По характеристикам, здесь очень просто. Это объём аккумулятора 1800 мАч, чего хватает по заявлению на 10 часов, в реале часов на 8 на средней громкости. Здесь же характеристики повыше. Аккумулятора хватает на 15 часов музыки. Полностью проверить я не смог, но примерно по ощущениям именно так. Что касается динамиков, здесь суммарная мощность 25 Вт, здесь 2 динамика по 3 Вт, то есть 6 Вт. Соответственно, ожидание, что она должна быть мощнее в 4 раза. По конструктиву, в принципе, они одинаковые. Здесь есть фонарик. Фонарик слабенько светит. Ну, есть и есть. Здесь вместо этого пассивный излучатель. Громкость регулируется здесь кнопками, здесь крутилкой. Она похожа из-за неё на какой-то термос. Но, тем не менее, вот эта крутилка очень удобная. При достижении максимальной громкости она начинает моргать красным светом, переходя с синего. Естественно, никакой коробочки от Т2 колонки у меня не осталось. Ей более двух лет, и она видала виды. И сказать по правде, аккумулятор у неё держит неплохо. Ёмкость снизилась процентов, наверное, на 20. У обоих колонок есть возможность отвечать на звонки, когда они сопряжены по телефону по Bluetooth. Потому что есть микрофоны. Это перемотка, это плей-пауза и включение-выключение. А это, соответственно, поднять трубку и ответить на звонок. Под резиновой заглушкой имеются два выхода. Один микро-USB и один AUX. К слову сказать, у этой колонки есть немножко другие разъёмы. Тоже под резинкой, всё в пыли. Здесь место под флешку, а здесь под USB, микро-USB. В этой маленькой коробочке находилась инструкция, которую, конечно, никто не читает. Хотя здесь много всего и даже есть что-то на русском языке. Дальше какие-то контактные телефоны. И два провода 3,5 мм. И для зарядки микро-USB. Больше ничего нет, кроме коробочки, которая с магнитиком. Я скачал бесплатные 4 композиции. И сейчас по очереди будем включать на одну колонку и на вторую. И посмотрим, где звук лучше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Достаточно, чтобы увидеть, что действительно звук мощнее. Не знаю, в три ли раза, либо меньше. Но мало того, что он громче, он более объёмный. И это слышно. Это слышно. Не знаю, как передаётся на микрофон. В реале действительно это слышно. Ещё у этой колонки звук заявлен как 360 градусов. Не видно под сеточкой, как расположены динамики. Здесь видно они. Два динамика по 3 Вт с одной стороны. Поэтому колонка имеет направленность. Куда направишь, туда звук и пойдёт. Здесь, как её ни крути, звук действительно распространяется в разные стороны. Но, к сожалению, у неё нет радио. Ссылки на оба товара, как всегда, в описании. Если что-то понравится, берите. Либо самая популярная, недорогая модель. Либо самая восхваляемая. По качеству модель за 3000 рублей. Т6 Тронсмарт. На сегодня всё. До скорых встреч. Пока.